Здравствуйте! Вы смотрите программу Life Connect. Мы говорим о танцевальных и спортивных направлениях, которые полезны для здоровья. У нас в гостях президент Федерации танца и движения Хабиби Людмила Лавриненко. Здравствуйте, Людмила! Добрый день! Спасибо, что пришли. Как преподаватель восточных танцев, расскажите нам, пожалуйста, чем это направление полезно? Арабские танцы воздействуют от ноготка ноги до кончика волос на все тело человека. В основном, конечно, если идет в формате, в египетском формате, в основном это бедра, то, что не характерно для нас. Почему? Потому что бедра скрыты под одеждой, их не видно. Если более открытая одежда, понятно, что бедра видно и видим, что это место тоже умеет танцевать. Ну, а у большинства женщин, конечно, есть такое желание к лету скинуть лишние килограммы. Еще что-то, конечно, если мышцы работают, они в хорошем, нормальном рабочем состоянии. Организм функционирует, женщина становится красивая, расцветает. И сколько уже я наблюдала в своей жизни моментов перевоплощения, какая женщина пришла и какая она стала в процессе танцев. Конечно, арабские танцы делают безукоризненно женскую фигуру. И завораживают мужчин. Ну, это тоже аспект интересный. Это второй аспект, третий аспект. Несколько раз в год ко мне приходят женщины и потом рассказывают, что вот я пришла с целью, меня прислала гинеколог. Я не могла зачать ребенка. И уходят очень довольные, решив свою проблему. То есть реально кровоснабжение восстанавливается. Я не знаю, почему. Присылают врачи-гинекологи. Не знаю, почему это происходит. Но, тем не менее, факт налицо. Девочка или женщина начинает заниматься. Через какое-то время у нее все налаживается, потому что движение – это жизнь. То есть восточный танец – это и физиология, и психология. И самое главное – это действительно влияет на организм женский. Именно в нужном ключе, в хорошем? В нужном, в хорошем ключе, да. Полгода за год у нас девочки вырастают уже до достаточно высокого уровня. Вот недавно был опять у меня фестиваль. И заняла опять моя ученица. Ну, честно говоря, я даже не ожидала. Первое место стала мисс весна этого года. Это фестиваль рабского танца Хадиби, да? Да, это предчувствие весны. Мы весну предчувствуем первые. Вот слышала такое высказывание про весну, что арабский танец – язык амура. Чего-то весеннего. То есть действительно что-то прекрасное, что-то новое. Да, да, да. Я знаю, что в вашей школе также практикуют занятия йогой. А йога – это целая философия жизни. То есть это действительно искусство. Как вы оцениваете, это йога, она полезна и взрослым, и молодым, и детям? Для детей существуют определенные ограничения. Опять же, преподаватель должен иметь достаточный опыт, чтобы эти ограничения знать. Ну, приблизительно около 28 лет мы занимаемся йогой. У меня муж занимается, мы познакомились в Академии йоги. И по поводу йоги она выстраивает все в организме. Гармония. Гармония, да, возникает изначальная. Потому что тело, то, что мы называем телом, это самая грубая часть. На самом деле существуют более тонкие тела. Это написано во многих философских трактатах. И как с помощью физики, физкультуры можно влиять, грамотной физкультуры на тело человека. Потому что, ну, как бы болезни уходят, да, вот в какие-то моменты. Или приходят, допустим, да, в результате где-то безграмотности. Ну, на какие-то грабли наступив, я уже сама говорю и предупреждаю, что такие упражнения, допустим, нельзя делать детям до 14 лет. Или там, посмотрев, как развивается ребенок, как растет ребенок в процессе занятий. Там йогой или танцами, да, и вот на самом деле такая интересная вещь. В арабских танцах бывает, опять же вернемся, да, бывает, что дети начинают очень хорошо работать бедрами, вытягивать мышцы поясницы, и в процессе получается, что поясница длиннее ног. Если параллельно с этим, в период бурного роста ребенка, да, почему гимнастки такие длинные, у них мышцы растянуты, и костям проще расти. Ну, это вот моя трактовка, опять же, да, и точно так же вот в арабских танцах. То есть растянули, ребенок растет, растянули поясницу, выросла поясница, изменились пропорции тела, то есть как бы наступили. Но это не всегда тоже хорошо. Это не всегда хорошо, поэтому это нужно учитывать. И если педагогу... Консультация с тренером, с врачом. Конечно, если как бы грамотный специалист, он об этом скажет. Через танец и, опять же, через йогу мы познаем и себя, то есть это и повышение самооценки, это, опять же, польза организму, и также девушки и молодые люди избавляются от лишнего веса. Что вы еще вот как специалист в этом направлении посоветуете? Какие еще есть направления, например, спортивные? Ну, всякие направления есть. Очень мне нравится, очень я люблю модерн, контемпори, современную хореографию. Но современная хореография нужна любой девочке, любой женщине. Она сейчас в цене. Потому что красивые ручки, ножки и красивая санка – это всегда хорошо. Руки нужны в любом танце. В арабском танце мы очень часто обращаемся к классической хореографии. Многие египетские хореографы, например, Махмуд Рейда, обучались у наших никому неизвестных русских хореографов. Особенно классика, там ручки, ножки, все это учится. Есть контемпори, современные танцы. У меня девочки очень любят. Сейчас в нашу команду влилась молодой инструктор из Донецка. Она поступила здесь в институт. Девочка талантливая. В своем коллективе в Донецке она занимала места даже на чемпионате Украины. Сейчас она работает у нас, работает с молодыми девочками. У нее очень здорово получается. Кроме того, она прекрасно тянет, делает растяжку, шпагаты, прогибы. То, что в танце нужно – это наши возможности, это наш арсенал. То есть чем больше движений, амплитуда у нас есть, тем больше мы можем на сцене. Я считаю, что вообще будущее танца, самого лучшего танца женского, красивого, лежит где-то на стыке. Между арабским танцем и контемпороле. Также девочки ходят на всякие силовые тренировки. Потому что подкачиваться тоже в общем нужно. Нужно уметь это делать грамотно, чтобы тело физическое просто вслушалось вас. Ну, то есть не обязательно ходить в спортзал и тренироваться с железом, чтобы выглядеть хорошо и чувствовать себя хорошо. Для этого человек должен готов изменить образ жизни. То есть, допустим, встать в определенное время, лечь в определенное время. Отказаться от каких-то бредных привычек. Отчего-то, да. Осознанно подходить ко многим вещам. Ну, или уже просто получать удовольствие. Хоть как-то человек танцевать должен. Особенно женщина. Вот, честное слово, танцуйте, и у вас будет все. Вот весь мир к вашим ногам. Потому что в восточной философии считается, что Бог Шива сотворил мир с помощью своего танца. И он же сворачивает вселенную с помощью своего танца, когда приходит время. Вот, дай Бог, чтобы мы еще жили долго и счастливо. И танцевали все. И снова мы выяснили, что движение – это жизнь. Поэтому занимайтесь ради своего здоровья, ради своей уверенности. И пусть у вас все будет хорошо. Людмила, огромное спасибо еще раз, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, мы общались с Людмилой Лавриненко, президентом Федерации танца и движения «Хабиби». Спасибо. Спасибо вам за приглашение. Удачи всем зрителям и успехов. Танцуйте, дома танцуйте. Танцуйте везде.